Чтобы иметь возможность, я говорю, работать уже без стрессов, а только иметь какие-то аргументы, что там иметь возможность показать. Я сразу же начну от первых вопросов, которые обычно задают. Это вопрос, связанный с тем, как это вообще происходит, когда фирма не берет денег с людей, но зато платит. Разве это можно? В общем-то, тут, наверное, такие вопросы, это самые частые вопросы, которые вам задают. Поэтому, к сожалению, не все еще сделано, как бы не хотелось бы на слайдах. И сегодня я просто-напросто опишу в словах, я имею в виду, на самих слайдах цифры. Вот это все мы сделаем в самое ближайшее время, стараемся как можно быстрее. И то, что вы видите, это, конечно же, сразу же с середины начали мы. Я хочу показать вообще возможности человека, который входит бесплатно абсолютно. Я понимаю, что, скорее всего, таких будет больше всего людей. И, как вы помните, мой спонсор, кстати, он передавал вам всем большой-большой привет. И мой спонсор, это лидер польской структуры, он говорил на предыдущей конференции, что так на самом деле больше всего денег для компании приносят как раз люди, которые входят сюда бесплатно и делают свои задания. Соответственно, тут, в общем, как бы не складывается все это в голове у нас, но постараюсь, в общем-то, преподнести это так, чтобы вы все это поняли. И что же имеет этот человек, который вошел бесплатно? Вот вы видите 15% лидерского бонуса. Я не буду говорить о продуктах, которые он имеет, но в основном, в общем-то, о деньгах. 15% лидерского бонуса по бинару с меньшей ветки, это я потом объясню. И 1% от заработка людей до 6 уровня. Вот я тут немножечко остановлюсь. Вообразите себе всю свою структуру. Скажем, у вас 10 человек бесплатных, а у каждого из этих 10 человек по 10 человек бесплатных до 6 уровня. Эти цифры мы, конечно же, пропишем. Я уже говорила, что все это появится уже на слайдах. Пока много такой вот работы, как вы понимаете, когда начало, то так на самом деле хочется как можно больше поработать. Я имею в виду создать себе вот именно такую мощную структуру, которая позволит нам потом просто-напросто сидеть и уже пассивно получать от заработка этих людей. И вот, вообразим себе, структура, подо мной 10 человек, а под каждым из них по 10, и так до 6 уровня. И все абсолютно все бесплатно. Все абсолютно бесплатно. И вот этот 1% от заработка, он в нашей ситуации очень и очень интересный. Я сейчас покажу одну вещь. Вот такая вот структура, видите, она там, в общем, это бинар как раз. Но, в общем, как бы в основном вы поняли, сколько это может быть людей. И вот, какие же задания делает человек, который входит бесплатно? Вот, в разделе, в бэк-офисе, в разделе «Таскс» вы открываете свои задания. В эту субботу-воскресенье заданий не было, но задания были в предыдущие дни. Кстати, это все абсолютно новость. Это все абсолютно еще в тестовом режиме. Соответственно, задания будут не так ординарные, как мы видим их сейчас. Ну, в общем-то, задания будут намного более как бы разнообразные. Но три дня задания были, и эти задания выглядели как прокликивание странички. Потом эти задания будут, как я уже говорила, немножечко другие. Это будет заполнение анкетки. Ну, в общем, на 20 минут в день, да. И вот, вот вы видите, стрелочками я тут указала. Вот первый линк я откликала. Вот он, да, он уже откликанный. И тут у меня появилось 46 центов. Столько платили в пятницу. В четверг платили 23. Это мое первое откликивание. И у меня даже времени не было войти в бэк-офис и откликать. Мало того, этот сервер настолько был перегружен, что я совершенно в четверг даже войти не могла на страничку. Соответственно, откликала только в пятницу. И вот, 46 центов, да. И теперь возвращаемся к первому слайду, на котором вы видите вот этот вот процент. Это как раз и есть то пассивное, что будет вам потом приносить прибыль постоянно. Значит, вообразите себе, подписали вы этих людей бесплатных. Они сидят, кликают. Они зарабатывают деньги, и вы получаете 1% от этого заработка. Вот если бы я 10 откликала, у меня бы было уже 4,60, да. И вот, например, каждый день, ну, пускай это будет по 2 доллара, да. Как бы говорилось о том, что на бесплатных счетах заработок недельный будет 8-16 долларов. Ну, в общем, пускай это будет 10 долларов, да, в неделю. А я этот 1% в неделю от этого количества людей буду получать до 6 уровня. Это мало, 1%, но это каждую неделю, да. И это вот именно то, что вы сегодня сделаете, даже если ваши люди будут всегда, абсолютно всегда бесплатно, то это то, что вы сделаете себе на будущее. То есть вот этот 1%, это, думаю, что тут в этом случае есть самым-самым таким вот именно важным, да. Ну, тут еще есть лидерский бонус, и сейчас мы посмотрим, как выглядит же этот лидерский бонус, да. Вот, мы сразу же, в общем-то, говорю, что есть пунктация, которая дается за платные пакеты. Платные пакеты, которые покупают наши там люди, или же люди наших людей, или же где-то там люди спонсора, а в структуре, неважно, да. Кто-то там покупает какие-то пакеты, и мы получаем 15%, так как мы являемся бесплатными, мы получаем 15% от меньшей ноги. Как это выглядит? Вот, вообразим себе структуру, да. Одна нога, вторая нога. Тут выкуплено, скажем, 5 пакетов, тут выкуплено 1 пакет. 1, единственный, это в моей структуре кто-то там купил. А это нога спонсорская, скажем, да. И вот один-единственный пакет выкуплен, ну, скажем, серебряный, да, так чтобы уже далеко там не… Вы помните, что серебряный пакет – это 300 пунктов. Мы получим 15%. Это значит, что по бинару, по бинару, за то, что где-то там что-то там происходит в моей структуре, то по бинару мы сразу же получаем вот именно 15%, 45 долларов, да. Соответственно, 75 долларов за золотой пакет. И вот если у вас есть нога спонсорская, которая все время, скажем, больше, чем ваша, то вот все, что вы сделаете в этой стороне, да, в вашей стороне, все абсолютно будет сразу же считаться в бинаре. Конечно же, это одноразовый бонус. И как только нам его выплатят, как бы он уже просто-напросто нам уже не считается, да. Единственное, что этот человек, который выкупил этот пакет, он будет за свои задания получать намного больше. А и снова, что это для нас обозначает, помните, да, 1% от его прибыли вот именно за кликанье. Это то, что, в общем-то, будет, если вот вы видели, 46 центов платили за каждый клик на бесплатном пакете, то позавчера за клик от золотого пакета было 92 цента. И вот 9.20 такой человек получил, а вы получили 1%. И, в общем-то, совершенно, совершенно ничего абсолютно вы не выдали, ни копейки. Но вот вложили энергию, вложили время для того, чтобы приготовить структуру, для того, чтобы у вас вообще эта структура была. Поэтому на старте сейчас очень-очень важно, чтобы все-таки вот именно была такая структура. И это, в общем-то, еще один вид заработка, да. И сейчас вернусь немножко назад. И тут ситуация такого типа. Просто я говорю, я восхищена этим маркетинг-планом, потому что, вот смотрите, вот я на бронзовом пакете. Нет у меня ни копейки своих вложенных денег. Но ситуация у меня такая, да, трудная. Конечно же, я хотела бы иметь этот золотой пакет, но сегодня у меня нету на него денег. Но если я зарегистрировала непосредственно партнера на серебряный пакет, то я получаю 30 долларов. На золотой пакет, то я получаю 50 долларов. Очень-очень для меня важно, что тут все абсолютно справедливо. Я могу зарабатывать, инвестируя энергию и время, потому что у меня нету денег. И, конечно же, я получаю. Но получаю меньше. И как бы для меня это важно, чтобы вот именно самой тоже иметь этот золотой пакет. Тогда все бонусы становятся намного больше. Ну и вы помните, этот пассивный доход у людей на золотом и на серебряном пакете – это 2%. Ну и, как я уже говорила, клики тоже стоят намного-намного больше. Поэтому тут, конечно же, интереснее быть как раз на золотом пакете. Что это обозначает вообще в структуре? Помните такого типа ситуации, когда входит какой-то человек с большущей структурой, ну и такой вот лидер, да, он входит, он, например, ну в нашем случае бесплатно, и начинает всех там ставить под себя, там всю родню, и всем выкупил золотые пакеты. И становится, становится таким, скажем, ну немножечко паразитом, да, не думает о своем спонсоре, который заботится о нем, который вообще дал ему эту информацию. А тут, тут такая мотивация все равно есть абсолютная, да, чтобы все-таки самому выйти на такой золотой пакет. Не вот именно висеть постоянно на бронзовом, а вот именно выйти самому на золотой пакет. И это очень-очень важно, особенно для людей, которые будут подписывать структуры, и для них важно все-таки получать вот именно из первого уровня, да, какие-то профиты. Заданий будет вообще 10. Сейчас в тестовом режиме, заданий будет 10, в тестовом режиме, как я уже говорила, эти задания просто выглядят немножко по-другому, причем в каждом пакете есть разное количество заданий. И это разное количество заданий, как бы определяет этот заработок. В общем, они все это тестируют, сейчас в субботу, в воскресенье вообще все это выключили. Но думаю, что вот даже вот те, кто 3 дня, да, в фирме, они видят, как все изменяется. В четверг вообще ничего не открывалось, вообще ничего нельзя было не зарегистрировать, ничего. Мы сидели со списками и просто караулили, когда он там откроется, когда можно будет пойти. Потом на следующий день не вставали в бинар люди. Потом на следующий день все быстренько направилось. Сегодня снова люди не встают в бинар, потому что я думаю, что, как вы видите, все это как бы такое свежее, оно просто происходит на наших глазах. Вот этот вот старт, вот эти вот все движения, которые там саппорт делает. И это важно. Ну и видите, мотивация для того, чтобы войти, как бы возвращаясь к теме, мотивация, чтобы войти на золотой пакет, видна, да, тут в этом случае. И я сейчас хотела бы снова перейти к структуре, к тому, как лучше всего. Видите, что вот свой бинар вы увидите тут, да, вот в этом My Network. Многие переводят, конечно же, ну там моя сеть, да, может быть, через транслятор. Тут вы видите весь свой вебинар, нажимаете на нижнего человека, он открывается все ниже и ниже, и видите абсолютно все. Сегодня регистрации, как я уже говорила, к сожалению, они прошли, все регистрации, причем программа их поставит абсолютно там, в то место, где они должны стоять, абсолютно по очереди регистрации. Так что даже если я, например, в списке где-то что-то помешаю во времени или же в очередности, потому что не знаю, кто когда регистрировался, то все равно программа их поставит по очередности. И вот структура, да, вот как бинар, это левая нога, это правая нога, вот это нога, которую я сама строю, да, и вот эта вот нога, где у меня наверху, в самом верху, это мой сын. Я сделала это абсолютно с премедитацией, потому что моему сыну 19 лет, и он только что, только что заинтересовался маркетингом. Его абсолютно не интересовал маркетинг перед этим, он вообще не знал, что я делаю, когда я делаю, как я делаю. Вот сейчас его очень это заинтересовало, я решила ему помочь, чтобы вот именно вместе, чтобы как бы воспользовался вот этой вот веткой. И вот все, что в этой ветке, это абсолютно все, у меня направление как раз есть поставлено направо. Я поставила направление направо, сюда поставила моего мужа, который даже об этом не знает, для того, чтобы в случае чего иметь возможность все-таки влиять на то, какая нога будет сильнее. Потому что может оказаться, что моя нога, вот именно вот эта вот, да, то, что мы вот строим в России, да, вот то, что мы только что начали расстраивать, она будет еще и сильнее, чем та нога, так называемая, спонсорская. Да, там есть какие-то люди, но, в общем-то, как бы у меня нет влияния на то, какие пункты будут, да. А быть может тут будет, например, пунктов 2000, а тут вообще не будет пунктов. Соответственно, я ничего из этого не получу. И как только, как только что-то будет перекашиваться, то у меня, вот при помощи места моего мужа, есть уже какая-то возможность дальше влиять на то, какие бонусы с бинара я буду иметь. Лучше всего, конечно же, в спонсорскую ветку поставить двух человек. Вот я просто-напросто знаю человека, который является вообще специалистом от бинаров, и он мне так советовал. Ставьте два человека в спонсорскую ногу, тогда как бы будет больше контроль над тем всем, что там дальше будет. Причем тоже и рабочих людей, не только вот именно, как в моей ситуации есть, это муж с пустым. Скорее всего, сюда я буду уже ставить своих поляков, тех, которых еще не успели подписать. Ну, а тут, вот именно тут вся эта вот ветка, это будет ветка как раз вот наша общая. И вот тут видно сразу же, что все-таки это моя нога, это сына. Я на 100% уверена, ему 19 лет, я на 100% уверена, что у него это будут сами бесплатные аккаунты. Ну, вот именно на этих бесплатных аккаунтах дети будут зарабатывать, кликая, да, причем тут он подписал сразу же своего брата. Вот, и кликая, получая вот именно вот такие вот задания, откликивая и получая свои собственные деньги. Что еще интересно для людей даже бесплатных, да, это вот именно возможность продавать наши продукты и получать за продажу. Какие же это продукты? Это продукты, которые будут у нас, к сожалению, пока они создаются, вы даже можете это все увидеть. Они создаются, это продукты в лайф инбоксе. В лайф инбоксе это продукты как раз вот, которые создаются и которые можно будет потом продавать. Причем мы уже даже с бесплатным пакетом получаем 3 гигабайта тут места, да. 3 гигабайта места, это я понимаю, что когда я с кем-то разговариваю, мне говорят, а в дропбоксе тоже есть. Я говорю, ну и все, там больше ничего нету, там только хранилище, да, только архив. Тут в лайфбоксе, вы можете, кстати, я там немножечко позднее покажу, где его найти, как пойти, что увидеть. И будете смотреть, следить, вот я смотрю, его, кажется, позавчера ночью включили только. Да, позавчера ночью. И вот от вчерашнего дня до сегодняшнего там уже столько изменений, столько дополнений. А что тут будет, да, вот будет, что можно будет с этого лайфбокса продавать? Аппликации разного рода, музыку, я понимаю, что в России музыку никто не покупает, у нас это связано с авторскими правами, у нас очень строго с этим. Но фильмы, я понимаю, что в России тоже это неинтересно, но будут всякие вещи, которые нужно будет тут, в общем-то, продать, да. И это еще дополнительный заработок, который вы видели с продажи, да, это 5% с продажи вы сможете получать. Что еще можно будет и продавать, и в чем еще участвовать? Вот, например, молодой человек, у него, он сидит кликает, у него там собралось 10 долларов. Что он с ними может сделать? Он уже может их использовать, но, правда, не уже, не уже, я имею в виду, вот как только у него соберется, да, но это как бы такого типа вещи будут происходить, да. Очень интересная вещь, это GIA Gift. GIA Gift – это возможность покупать лотерейные билеты, участвовать в розыгрыше, ну, всяких вещей, там каждую неделю будут такие розыгрыши. И, вообразите, человек насобирал эти 10 долларов, опил себе лотерейный билет и неожиданно сам для себя выбирал, например, ну, не знаю, ну, айфона, да, или же какой-то там скутер, да. Так что тут, в общем-то, возможности для молодых тоже будут, для людей, которые просто как бы сидят и кликают, да, вот как-то тут это очень и очень важно. Поэтому это тоже наш продукт, и если такой молодой человек покупает такой лотерейный билет, то нам, как его спонсору, тоже капает вот именно 5%. Что важно, такой лотерейный билет можно продать всем, не только тем, кто участвует тут, а всем. Так что, в общем-то, тут это тоже наш товар, это тоже возможность тоже на этом зарабатывать. Вот, где же мы его можем найти? Вот, вы видите, лайфинбокс, нажимаете вот именно на эту кнопочку, на эту закладку, и у вас откроется вот такое вот окно. В это окно вам нужно вписать ваш собственный имейл и ваш собственный логин такой, который у вас есть в Либертаджии. Открывается перед вами, в общем-то, возможности и море, да. А это значит, что вот видите, внизу, в самом низу, кстати, еще вчера конвертика не было. Это, скорее всего, вот я говорю, в самом низу вы видите, что можно будет, как можно будет это использовать. И как чат, да, и как вот именно архив, вот коробочка, да, нарисована. И это, в общем-то, может быть, как раз архив всех ваших там документов, всего того, что вам не хочется держать на диске, но вы хотели бы к этому иметь постоянный доступ. И тут мейлинг, да. Можно что-то найти в интернете, можно сделать блог, можно, в общем-то, поискать музыку. Это все будет доступно вот именно в скором будущем. Тут и вот, как я говорила, и социальная сеть, и сразу же, видите, в общем-то, мне создали такой имейль. И с этого имейля я могу делать рассылки, да. Это я нажала на боксмайль, да. Конечно же, все пробы, да, я тут просто сидела и баловалась вчера. И тут я создала такой блог, правда, я ничего не создала, конечно же, я просто написала название. Просто, и все это есть и по-русски, и по-польски, и, в общем-то, языков там есть море. Так что, в общем-то, можете создавать, в каком языке хотите, да. Ну и написала только, в общем-то, часть ВИТАМ. Здравствуйте, и все. Просто войдите, да, будет время, войдите, побалуйтесь и посмотрите. А инструментов множество. Я думаю, что хорошо работать как бы с фирмой, которая, кроме того, что дает нам возможность зарабатывать, то еще и дает нам возможность создавать тут же, в этом же месте, свои собственные инструменты для работы, да. Я говорила позавчера на конференции, что мне очень напоминает эта фирма. Это те старые добрые времена, когда у нас мы были в фирмах тока маркетинга товарного, и где мы ездили, где у нас какие-то, не знаю, были всякого рода, в общем-то, митинги, где мы встречались наживо, да. А сейчас мы выглядим немножечко как кроты, да. Сели в своих штанишках спортивных и сидим и уже из них не выходим, да. В общем-то, потому что в интернете нас никто не видит. Тут вот эти вот все бонусы, я имею в виду бонусы, которые есть вообще в маркетинге, они мне как бы напоминают вот именно такие вот времена, когда мы ездили во всякие, на всякие вот встречи, когда нас награждали. И, честно говоря, мне тогда это было уже просто-напросто, скажем, неинтересно, да, когда я открыла для себя возможность тут в интернете работать. Но сейчас я, в общем-то, немножко скучаю даже за такого типа вещами, потому что на самом деле очень хочется где-то более живую работу. И тут, видите, так, бонусы за продажи. А я показала вам, что продавать у нас будет что, да. И, в общем-то, тут и годовые бонусы считаются, и бонусы, которые связаны с четырьмя неделями. Так что возможностей у нас будет огромное количество. На чем, что я еще хотела показать. Как бы вот тут вот, видите, так, мы сейчас бесплатные посмотрели, да. И тут, видите, вот это вот то, что вы сейчас создаете. Столько, сколько вы сейчас зарегистрируете даже бесплатных рефералов, это будет ваш пассивный доход. Это будет то, о чем мечтают все, да. Это вот именно этот пассивный доход. Соответственно, в общем-то, нужно в этом моменте как можно больше эффективнее поработать, чтобы потом просто удерживать вот это вот состояние там структуры, где-то интерес структуры, да, чтобы иметь, ну, такой пассивный доход. Я тут немножечко перейду как раз к возможностям, которые дают нам еще карьерный рост, да, в компании. Ну, и если в структуре у вас будет в вашей ноге конкретное количество пунктов, вы переходите на ступеньки, потому что это очень многим нравится, вот именно вот эти вот ступеньки, значки и так далее. И, конечно же, больше бонус. Тут уже включается бонус, связанный с дивидендами месячными компании. Тут еще, в общем-то, дополнительные вещи. И все больше и больше, как бы потолок есть так хорошо установлен, да, что даже можно разговаривать с огромными лидерами, которые там имеют огромные структуры, что так на самом деле вот тут, вот в этом месте уже все, уже человек может не работать. Говоря об этом уровне, Матеуша мне сказал, потому что президент компании, это очень хороший друг Матеуша, человека, у которого я зарегистрирована, и он мне сказал, что вообще вот об этом уровне, да, партнер-президент, ему сказал Руи, что это момент, когда два поколения вашей семьи будет обеспечено. Ну и, как бы, начиная этот бизнес, конечно же, мы стремимся как раз вот туда, куда, куда, в общем-то, можно зайти дальше всего. Всем, абсолютно всем нам желаю, чтобы вот именно достичь как можно высших уровней, как можно больше, как можно больше вот именно зарабатывать, как можно больше иметь такого чувства, такого чувства вот именно хорошо сделанной работы. Причем, причем, знаете, вот какой комфорт, наверное, вы тоже чувствуете, да, тут такой комфорт, что не надо никого заставлять в платить в самом начале, да, никто никого тут, в общем-то, как бы, тут нету риска. Войди, подумай, посмотри, заработай пару, там, не знаю, долларов, потом сам себе решишь. Каждая покупка пакета должна быть абсолютно полностью быть осознанной. Поэтому тут, как бы, никто никого ни на что не натягивает. Никто, как бы, вот такой комфорт, я думаю, что он очень и очень важен вообще в бизнесе. Окей, я закончила, я думаю, что вообще, чем больше мы будем, как бы, людей приглашать, тем больше будет вопросов. И очень хорошо, потому что, в общем-то, если человек задает вопросы, то у него есть интерес к бизнесу. Поэтому сейчас я жду ваших вопросов. Очень рада была с некоторыми познакомиться, потому что вижу, что уже новые люди тоже появились у нас на конференции. Да, в общем-то, я работаю с одного компьютера и обслуживаю. У меня есть еще аккаунты. У меня просто-напросто подруги выехали на какой-то ивент, но это в товарном бизнесе. И вот я сижу у них и это, и тоже им откликала. Я не знаю, насколько это будет, потому что у меня сын войти к своему брату не может, чтобы откликать ему. Вот я как бы воображаю себе Мирек, а то ли не выставьте контакту за мной. Какое задание на каждый день? Каждый день мы будем делать какие-то задания. Сейчас в тестовом режиме, как я говорила, только были откликивания страничек. А в будущем это будет и заполнить анкетку, поставить лайк, написать отзыв. Вот такого типа вещи это будет не больше, чем 20 минут в день. Подожди, Александр, чтобы получить 1% бронзы, обязательно, чего, обязательно, подождите, я тогда чат открою, потому что я этот вопрос не весь вижу. Чтобы 1% получить, надо во всяком случае иметь одного человека в другой ноге, не меньше одного человека. Это как бы квалификация, от которой все начинается. Поставь одного влево, одного вправо, и ты уже заквалифицирован. Значит так, вопрос 15. Лидерский бонус, это если пакет выкуплен в структуре не ниже 6 уровня? Нет, нет, нет. Смотрите, как считается, вот, блин, не удалось мне еще закончить, вот именно рисунки, они немножечко, смотрите, как это считается. Значит, один пакет 300 долларов, или же 300 пунктов. И вот мне очень тут нравится пунктация. Сейчас объясню, почему. Вот, попасть не могу. Вот, мне очень нравится пунктация. Вот вы видите, вот вы видите то, что независимо от того, да, вот, сильвер выкуплен у вас в вашей малой ноге, да, сильвер выкуплен в вашей малой ноге, у вас стало 300 пунктов. А, скажем, я уже эту большую ногу не трогаю, потому что, например, в большой ноге у вас там есть там 1000 пунктов, неважно. Вот вы только что начали работать, у спонсоров, в спонсорской ноге, например, уже есть там 300 пунктов, значит, 1000 пунктов, сколько-то пунктов. и вы только одного человека, кто-то у вас в ноге. В ноге это значит, сейчас, секунду, может быть, может быть, там будет проще. Вот. Вот видно структуру, да, вот эта структура спонсорская. Вот тут вот все мы, мы там далеко-далеко-далеко, а это мой сын, да, вот сын. А тут у нас вся наша там структура, Россия и все-все-все-все-все. Вот мой сын, ну, скажем, у нас тут пакетов множество, да, там, скажем, неважно сколько, но сын пока ничего тут со своей стороны, никто у него из его малолетков не купил. Но какой-то там, не знаю, его друг записал своего папу. Этот папа решил купить золотой пакет, да, и 500 пунктов, это как раз то, то, что получит, вот именно с 500 пунктов свои 15% получит мой сын. Теперь более понятно. Если у этого папы появится кто-то еще, неважно в каком это уровне, нога, вот нога, вся эта нога. Понятно? Значит так, вот, вот это вот нога моего сына. И вот тут у него пока нолик, да, ой, я говорю, у меня не получается рисовать вообще. Значит, а тут вот эта вот нога, это вот длинная-длинная нога в ту сторону, там, в общем, это вся спонсорская длинная. И тут, тут, скажем, очень-очень много пунктов, да. А у меня, у сына только вот маленькие дети, которые там сидят, кликают. Вот если в этой маленькой его ноге, она почему маленькая называется? Не по количеству людей. И вот я хотела обратить ваше внимание, потому что я сама вчера так сели, мы задумались, да. Обратите внимание на то, что маленькая нога, это не нога с количеством людей, это нога с количеством пунктов маленькая, да. Она меньше в пунктах, чем большая. Иногда может оказаться, что спонсор подписывал всех бесплатных, а мы всех кинули в свою другую ногу, всех, кто купил там пакеты, да. И мы ничего с этого не получим. Поэтому очень осторожно сейчас регистрируйте. Может оказаться, что в общем ситуация такая будет, да. Поэтому как бы тут нужно очень-очень быть осторожным, потому что даже если у вас в большой ноге, и даже если это ваши личные все, выкупят там, не знаю, на 5000 пунктов, а у спонсоров ноги ничего не произойдет, потому что вы там кинули, например, только одно место, и то своего собственного родственника, да, то тогда вам уже нужно сразу же переставляться на этого родственника и начать уже строить под него, да, чтобы вам, и теперь, в общем-то, как вы только под родственника что-то поставили, какой-то пакет выкуплен, сразу же с этого пакета выплачивается, потому что вот эта вот спонсорская нога, даже если она длинная там на километр, она уже будет читаться той маленькой. Окей, идем дальше. Со спонсорской ноги... Так, Александр, если вы вообще никого не пригласите, то вы вообще ничего не получите в бинаре, потому что у вас будет только одна нога. Это бинарный бонус. Я имею в виду бинарный бонус. Но у вас структура... Это такая же структура. Вы получите... Тут есть и линейный бонус, и бинарный бонус. Да-да, в бинаре нет. 1% считается не в бинаре. 1% считается в структуре. Вот ты пригласила 10 человек, кто-то... Твоих 10 человек пригласили по 10, и это структура. Она не так выглядит. Это... Вот смотрите. Это мой сын, да. Это моя первая линия. Это моя первая линия. Это моя первая линия. Это не значит, что они на каком-то уровне, да. Они просто в бинаре все вот так вот встали. Бинар не имеет ничего общего со структурой. Ребят, бинар... Структура это... А вот именно ваш список, в котором вот вы находитесь, ваши 10 человек, под ними 100 человек, под ними 100 умножить на 10, так, тысяча человек и так далее, да. Вот эта структура. И вот этот процент вам как раз считается со структуры, не с бинара. Ольга, не обязательно приглашать людей. Абсолютно не обязательно. Как я уже говорила, вы можете просто-напросто сидеть, прокликивать задания, да, и получать... Секундочку. Вот, например, делать задания, получать свои, в общем-то, вот эти вот задания, получать свои деньги. А что еще? Что еще я говорю, в общем-то, важно, чтобы вы поняли, что если вы сегодня не приглашаете, потому что решили потом этим заняться, то может оказаться, вот именно при помощи того, что можно сюда бесплатно войти, что может оказаться, что вам потом не к кому будет обратиться. Соответственно, как я уже говорила, вот сейчас, сейчас есть время просто-напросто разговаривать, разговаривать и разговаривать. Время просто... Я говорю, вот оно, вот сколько пропорционально, сколько сегодня вложите сил, энергии в то, столько вы будете, столько вы будете зарабатывать потом. Я сделаю, конечно же, в общем-то, слайды такие, в которых будет и структура показана. Вот я говорю, просто, ну, не было у меня времени, потому что я тоже разговариваю, разговариваю, разговариваю. Так что всем вам, всем вам желаю, на правду, очень-очень высоких, высоких результатов. Мне очень нравится, что у нас обалденный продукт есть, потому что, потому что я так на самом деле могу что-то предложить в виде продукта, да. Мне кто-то когда-то сказал, что это воздух. Это не воздух, это на самом деле то, то, чем можно пользоваться, то, чем можно пользоваться абсолютно, как бы, не связанное с границами в каждом государстве, да. Значит так, пакет оплачивается один раз в год, да. Комиссия на вывод, значит так, комиссию мы начинаем платить после того, как мы начинаем выплачивать. Раз в месяц, и вот я сразу же обращу ваше внимание, например, есть такие фирмы, ну, например, да, Empower Network, Poor Leverage, так, есть фирмы, которые, которые, ну, сейчас с такими всякими инструментами, и там есть очень интересная вещь. Там можно войти и платить абонемент месячный, да. Этот месячный абонемент обычно стоит около 20 долларов, но если мы хотим строить структуру, мы должны начать платить абонемент, вот именно за строительство структуры, и это тоже около 20-25 долларов. И не обязательно мы уже выплатили, тут есть такая вещь, что как только у нас наша структура будет там зарабатывать столько денег, что мы уже будем выводить эти деньги, то тогда мы будем платить абонемент. Это месячная оплата, Оля. Значит, вот то, что я показывала, это как раз облако, и в облаке будут, как раз все эти продукты будут в облаке, а их еще нету, еще нету до конца всего того, что должно быть. Вот вы видите, как аппликации, все эти вещи, это все будет. Аппликации на продажу, я как бы вот таким вот языком очень простым, да, объясню. Вы, наверное, знаете, что дети, например, играют в разные игры военные, там бегают, стреляют и так далее. Я об этом вообще, как бы, раньше вообще не думала, да, но я знаю, что эти игры очень много стоят. А чего? Даже если они бесплатные, то потом ребенок доходит на какой-то уровень, и ему вместо пистолета уже нужно автомат. Для того, чтобы этот автомат приобрести, ему нужно закупить аппликацию. И вот такого типа аппликации, да, не знаю, в общем-то, аппликация, например, на звонки, я не знаю, что там будет, но будут вот именно такого типа продукты, да. Так что, чтобы, чтобы как бы более понятно было, что это, что это за продукт, да, продуктов будет множество. И все продукты будут у нас вот именно в Life in Box. Потому что, вот что важно, да, это наш собственный продукт, я имею в виду вот этот вот Life in Box, это фирменный продукт, в него заинвестировано множество денег, но это наше, никто нам не скажет потом, что мы с вами уже не хотим работать, да. Да, месячная плата с момента, когда начались заработки, начались выплаты. Начались выплаты. Когда вы поставите первый раз выплату 500 долларов на банк, тогда у вас это появится. Я знаю, что, ну, мы в таком, скажем, в привилегированном обществе, да, значит, у нас есть сейчас возможность, наверное, многие из вас в back-office видели такую закладку, которая называется Transfers, и там есть система банковская, которая будет нас обслуживать. И там можно тоже, в общем-то, заказывать инвойсы. Вот тут видно, да, есть с левой стороны эта закладка называется, называется Payments и Transfers, и тут, в общем-то, когда мы нажмем, у нас появится форма для регистрации и так далее. Пока не регистрируетесь, это вам вообще не нужно пока. Вторая вещь, это Change Data, вы можете изменить свой пакет, и тогда у вас сразу же в инвойсах появится инвойс, который вы можете оплатить. Если бы вы оплачивали через Payments и Transfers, то заплатили бы 10% на сегодняшний день, какое-то время. Наша группа освобождена от этих 10%, у меня есть непосредственный счет, куда можно будет перевести деньги уже без этих 10%. Поэтому, если кто-то захочет сделать перевод, то тогда сначала обратитесь ко мне. Так, я зарегистрировала дочь, сегодня в структуре не видела. Вот структура находится в дашборд. Вот чем отличается. Структура находится в дашборд, и вы видите там ту свою первую линию. Пока тоже как бы она не работает так, как нужно до конца, но все это они сделают. А вот то, что видно тут, это в MyNetwork. Я имею в виду вот эти вот люди, которые в бинаре. И тут в MyNetwork вы видите как раз бинар. Сегодня, сегодняшние регистрации, к сожалению, в общем-то, снова не встали в бинар, но они зарегистрированы. Так что вы не переживайте, это все встанет. Если завтра с утра еще этого не будет, то тогда пишите мне сразу уже список, под кого регистрация была, логин, в какую сторону, в правую, в левую, и какой логин этого человека, плюс его e-mail. Людмил, всегда лучше всего строить в ширину. Но это как, знаете, есть такое, как бы, так говорят, что человек должен иметь столько детей, насколько его стать. Вот так же с вами. Регистрируйте в первую линию столько людей, сколько вы в состоянии будете обслужить. Это значит, с каждым поговорить, это значит, дать информацию вовремя, это значит, в общем-то, много-много-много всего. Поэтому не хапайте, так, лучше уже отдайте своим людям, тех людей, которых не в состоянии будете обслужить. Но всегда, всегда выгоднее всего, вот как вы видите, до 6 уровня, да, выгоднее всего строить ширину. В бинаре то и так пойдет все, в общем-то, в одну ногу, да, в смысле, в вашу, в вашу собственную, ваша вся первая линия. Но ширина структуры, она очень и очень важна. Так, вот я теперь знаю, какие я слайды не доклеила. Значит, в my network, в my network, когда найдем, ой, сейчас, 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 секундочку, покажу хотя бы на, вот, видно, да, в my network, тут my network, и тут есть, вот, видно, вот это вот дерево, это бинар, вот тут видно, и у меня стоит бинар, весь абсолютно направленный вправо, поменять его можно и с этой позиции, например, тут вот нажать на left, и записать, так, потом поменять можно на right, и снова записать, можно тоже в change data, в change data, тоже идет, тоже идет, как бы, есть такая возможность поменять направление, да, 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 всегда есть так, что больше всего мы получаем с непосредственных людей, правда, соответственно, тут как бы, ну, вот я говорю, только помните о том, что чем больше первая линия, тем больше у вас работы, ага, о, здорово, потому что мне как раз я звонила перед, перед самой конференцией, чтобы выяснить, что там происходит в бинаре, мне Матыш сказал, что спокойно, подождите, скорее всего они встают, но не сразу, но я уже так сразу же вас предупредила, что в случае чего, да, но я говорю, все еще, все еще сыро, все еще как бы, все еще на наших глазах образовывается, а в таких, в таких, как бы, я думаю, что это вот, я говорю, ну, шанс для нас просто-напросто с неба, да, вот я просто так на него смотрю, окей, я всем вам благодарна за то, что вы были, за то, что вы посвятили сегодня время, на то, чтобы, в общем-то, надеюсь, что чему-то научиться, и мы с вами встретимся, я не знаю, как мы будем делать конференции, скорее всего, они нужны, конечно же, но дело в том, что, вот я говорю, есть фильмик, пользуйтесь им, возьмите его, сконвертируйте, поставьте к себе на YouTube, как свой собственный, на моем YouTube нету вообще никакой ссылки, так что можете спокойно туда высылать, в смысле, я имею в виду моей реферальной, да, чтобы, чтобы там уже это, так что, так что, пользуйтесь этой презентацией, ну, и, в общем-то, думаю, что мы поинформируем, как часто, где, когда, чего мы будем делать, потому что люди сейчас как-то неохотно участвуют вообще в конференциях, которые организованы конкретно в конкретное время, им проще просто в свободное время посидеть и послушать, и посмотреть то, что запишено уже. Окей, всего вам хорошего, милых выходных, и больших-больших успехов всем нам!